Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на наших видеоуроках. И сегодня мы поговорим о местоимениях кыргызского языка и аффиксах сказуемости. Личные местоимения в кыргызском языке называются джактама атато чтор. Личные местоимения при построении предложения в кыргызском языке играют не менее важную роль, чем в русском языке. Давайте обратимся к таблице личных местоимений. Местоимение первого лица единственного числа «я» в кыргызском языке звучит как «мен». Местоимение второго лица единственного числа «ты» – «сень». Уважительная форма «вы» в единственном числе будет переводиться «сись». Местоимение третьего лица единственного числа «он», «она», «оно» в кыргызском языке выражается одним местоимением «ал», поскольку понятия рода женского, мужского или среднего в кыргызском языке нет. Во множественном числе местоимение «мы» первого лица переводится на кыргызский «бис». Местоимение второго лица множественного числа «вы» переводится как «силерь». Местоимение «вы» в уважительной форме во множественном числе звучит «сиздерь». «Они» – местоимение третьего лица множественного числа выражается в кыргызском языке местоимением «алар». Для построения предложений типа «я врач», «я учитель», «я ученик» в кыргызском языке используются аффиксы сказуемости, обозначающие «быть», «являться», которые присоединяются в конце именного сказуемого. К каждому местоимению соответствует свой аффикс. Например, местоимению «мень» соответствуют аффиксы «мын» – «минь», «мун» – «мюнь». Местоимению «сень» соответствует «сын» – «синь», «сунь» – «сюнь». Местоимению «сись» соответствует «сыс» – «сись», «суз» – «сюсь». Местоимению БИС соответствует БЫС, БИС, БУС, БЮС. СИЛЕРЬ, аффиксы сказуемости СЫНАР, СИНЕРЬ. У местоимения СИЗДЕРЬ, аффиксы сказуемости СЫЗДАР, СИЗДЕРЬ. У местоимения третьего лица аффиксов сказуемости нет. Например, МЕНЬ ОКУЧУМУН, Я УЧЕНИК. СЕЙНЬ ОКУЧУСУМ, ТЫ УЧЕНИК. СИЗ ОКУЧУСУС, ВЫ УЧЕНИК, УВАЖИТЕЛЬНАЯ ФОРМА. АЛЛ ОКУЧУ, ОН УЧЕНИК. В третьем лице аффиксы сказуемости отсутствуют. БИС ОКУЧУБУС, МЫ УЧЕНИКИ. СИЛЕРЬ ОКУЧУСУНАР, ВЫ УЧЕНИКИ. СИЗДЕРЬ ОКУЧУСУЗДАР, ВЫ УЧЕНИКИ. АЛЛАР ОКУЧУЛАР, ОНИ УЧЕНИКИ. В третьем лице множественного числа также аффиксы сказуемости отсутствуют. Выбор гласной в аффиксе сказуемости подчиняется закону сингармонизма и соответствует последней гласной основы. Если последняя гласная основа негубная твердая, то и в аффиксе гласная будет негубная твердая. Если последняя гласная основа мягкая губная, то и в аффиксе гласная будет мягкая губная. Например, мен, уста, мын. Я мастер. Гласное и в аффексе мын созвучно гласным, а и в основе уста мын. В примере мен, доктур, мын. Я врач, я доктор. Гласное у в аффексе мын созвучно гласным, которые стоят в основе доктур. О, ун. Мень, сурет, чу, мын. Я художник. Гласное у в аффексе мын также созвучно гласным, стоящим в основе. И в последнем примере мен, мерген, чи, мин. Я охотник. Гласное и в аффексе мын созвучно гласным, стоящим в основе. Мельген, чи, мин. Э, и. С вами была Гульнара Намазбекова. Материалы для нашего урока взяты из учебника Гульмира Дюшеевой. Кылым, короткан, диль.